Доброе утро, друзья! Начинаем последнюю предновогоднюю неделю, последнюю неделю 2022-го. И, конечно же, что нужно сделать? Ну, конечно, вначале нужно позавтракать, для того, чтобы день прошел успешно на 100%. А кто может помочь нам, Жанну Сенькевичу и Машу Крусталёвой, приготовить вкусный завтрак? Сергей Петраченко, наш коллега, наш шеф-повар, постоянный доброе утро, Сергей. Доброе утро, мои хорошие. И действительно, у нас предновогодняя неделя последняя, да, и мы сегодня будем готовить классный рождественский салат-винок в виде венка. Праздничный. Праздничный, абсолютно. Салат-винок. И очень легкий, классный и яркий. Так. Какие ингредиенты нам нужны? Смотрите, у нас сегодня будет кучерявая классная воздушная рукола, у нас будут наисвежайшие черри, лимон, маслины, креветки, морковь у нас будет для декора и будет заправочка у нас интересная на основе оливкового масла и горчицы. Так. Класс. Ну, я тогда предлагаю раздавать задания, наверное. А ты умеешь плести вообще? Венок? Да. Нет. Научусь. Сегодня так, кстати, вы научитесь. Сейчас можем учиться. Машенька, давайте начнем классно разрезать гранат правильно. Так, это опасно. Вот для этого действительно нужны и перчатки, и передник, и вообще все, что у вас есть, чтобы защитить себя и свою одежду. Держи. Давай. Срезаем небольшой слой вот здесь такой вот верхушки. Так, это так нужно правильно чистить гранат? Да, абсолютно, наверное, лайфхак. А я, кстати, видела недавно в интернете лайфхак. Я его еще не пробовала сама. Когда снимается, сейчас я... Так, да, все верно. Четыре части. Четыре части, только не дорезаем. Не дорезаем, Машенька. А как вы? Просто надрезики такие сверху. Надрезики? На четыре части, да. А потом вот так раз и раскрываем. И так гранат чистится. Я не такой лайфхак видела. Так, ладно. Доброе утро, надо загрузить этот выпуск. Сейчас мы сделаем ваш лайфхак. Да, для вас можете морковочку почистить. А потом я вам расскажу о своем. Экономочкой? Да, экономочкой, да. Так, это я два сделала, еще с этой и с этой, правильно? Так, и гранат, кстати, тоже надо уметь выбирать, поэтому будьте внимательны. Вот этот гранат такой более бордовый, да, поэтому он может быть с кислинкой. Он прямо спелый? Да, спелый. Так, тогда вот здесь поподробнее, как понять, какой гранат? Да, если гранат чуть такой розовый больше, да, более, то есть он будет тогда сладковатый. А если вот такой он уже темно-бордового цвета, то он бы с кислинкой. Да, все правильно, Машенька. Я в молочном жакете, поэтому... Да. И мы раскрываем... Ну ведь, конечно, мы ведь всегда завтрак делаем в молочном жакете. Я считаю, это вообще утренний наряд каждого белоруса. А ты всегда завтракаешь гранатом? Давай об этом поговорим. Да, Машенька, и вот зернышки сейчас можно уже спокойно, как Золушка, выбирать в тарелочку. А лайфхак, который видела я, в общем, согласно этому лайфхаку, нужно вот как будто бы вот эти вот штучки, как это называется, кожура, да? И вот мы ее снимаем, и вместе с кожурой снимается и сам, да, эти зернышки. Тоже так можно, да. Пока тут Маша выполняет функцию Золушки. Еще черри нарезать на четыре части. А я как раз этим временем обжарю креветки. Креветки у нас коктейльные, бейбики их еще называют. И они уже отвареные сразу идут. То есть некоторые спрашивают, а как же их обрабатывать? Не надо никак их обрабатывать. Вы просто кладете или отвариваете еще раз, или обжариваете. То есть они уже готовы к употреблению. Так, Машенька, давай сделаем заправку тогда. Давайте. Разрезаем лимончик. Разрезаем лимончик. Сколько нам черри нужно? Еще можно парочку. Где-то штучек шесть-семь и достаточно будет. А мы будем делать медово-лимонно-горчичную. Да, абсолютно верно. Конечно, самое вкусное для салата. Самое вкусное и выжимаем. Половину лимона. Половину лимона. Смотрите, кто-то боится, что попадают косточки туда. Если вы блендируете ваш соус, то не бойтесь этого. То есть косточка, она перемалывается. Может, она, конечно, горчинку немножко дать. Но если она там одна попадет, это не столь так страшно, как казалось бы. Так, достаточно. Класс. Ну что, Маша, как у тебя получается? Все у меня получается. Машенька, прекрасно. У Жанна тоже все получается. А вы мне пока расскажите, вы вообще завтракаете салатами? Вот часто едите салаты? Я обожаю салаты. Обожаю салаты. Правда? Для меня салат, это, наверное, одно из самых худших. Жанна же видно, что прям салат начали. Конечно. Авокадо. И авокадо. Салаты, это прекрасно. Мне кажется, хороший салат можно заменить тебе и обед. Все верно. Но я тебя вот в столовой Белти Радиокомпании не видела с салатами. Все время с шоколадками, батончиками, отбивными. Сегодня, Машенька, увидишь впервые. Теперь мы кладем горчицу. Горчица у нас дижонская. То есть это микс французской и, назовем так, обычной столовой. Этот соус хорошо подходит для салатов. Да. Причем не только этого, а вообще большого количества. Он универсальный. Столовый. Да, 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 столовый достаточно, да. То есть и он классный. И к рыбе классно подходит, то есть можете использовать. И? И половину меда, это где-то там граммов 30, да. Да. И у нас масло оливковое еще будет сюда идти. И соль сразу, да. И перчик, да. А сольки мне еще передайте, я креветки немножко подсолю тоже. Все, ложечку достаем, сейчас будем блендировать. А, я думала, просто ложкой перемешиваем. А, и часть, часть граната. Тоже сюда, гранат, да? Да, часть, да. Необычно. То есть мы будем декорировать и еще плюс в соус. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Так он у нас будет красного света? Ну, немножко даст такую бордовость, но я не думаю, что он прям будет красный-красный. Давайте. Ну что, как говорится, да, в путь. В путь. Я, если честно, обычно соус для салата просто вилкой перемешиваю. Можно, никто не запрещает. Смотрите, какой цвет дал граната. И цвет, и он у нас получился такой пышный. Да. Класс. Однородный, пышный, и сейчас вы посмотрите, как он прямо виртуозно ляжет на наш салат-венок. Так. Смотрите, теперь мы часть руколы, которая у нас представлена, замешаем с частью нашей заправки. Черри тоже половину добавляем. То есть мы уже начинаем компоновать наш салат. Все, это уже наш салат. Да, абсолютно верно. И кукурузку, нам надо немножко на зерна такое почистить, так сказать. Так, хорошо. И маслинки. Целиком добавим маслины. Ой. Часть тоже половина. Что, любишь маслины? Люблю. Да, люди делятся на два типа, мне кажется. Кто обожает маслины, и кто придирает. Да, есть такой момент. И маслины ты же тоже любишь, да? Да, и оливки, и маслины. Это у нас с тобой тип. Мы любим вот такое все уксусно-кисло-соленое. Да, 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 да. Ну что, мои хорошие, мы подходим к завершению нашего салата. Нам остался декор. Поэтому из моркови мы сделаем звезды. Так, надо нарезать тонкие-тонкие кружочки. Это будешь делать ты, как я понимаю. Давай, Жанна. Рождественскую поляшку. Тонкие-тонкие кружочки. Чем тоньше, тем лучше, да. Машенька, пока Жан, кстати, нарезает наш декор, давай будем компоновать наш салатик. Давайте. Часть заправки мы добавляем уже в подготовленный вот этот салатик. Половину заправки. Половину нашей заправки. Я как раз подготовлю тарелочки. И для того, чтобы нам упростить нашу участь по плетению венка, я подготовил вам такое вот гарнировочное кольцо. Хотя бы не вручную, мы успокоились. Но вообще, какая классная идея. Очень классная. Салат-венок. И вы сейчас увидите по результату, что это будет очень круто и празднично. Вот это да! Мальчик наш! Моя ты бубочка. Все получилось. Пусть будет снежинка. Еще две штучки. А как ты это сделал? Знаете, я очень талантливый. У меня просто появился вопрос, глядя вот на эту конструкцию. Как вырезать из морковки звезду? Как мы рисуем звезду? У нас она вроде бы когда-то... Так, Жан, мы сейчас проводим мастер-класс. Слушайте, это ювелирная работа. Да, поэтому деток приобщайте к этой истории. Мелкая моторика будет развиваться. Да, да. Вот видите. А я думаю, знаете, я думаю, почему иногда... Почему иногда, казалось бы, я заказал салат в кафе и жду два часа. Да потому что вот так повар стоит и ювелирно вырезает мне звезду. И занимается карвингом. Между прочим. Да, пожалуйста. Это Патрик из Спанчбол. Патрик, скажи, знаете, а вот это иногда, когда, смотрите, говорят, бюджета нет, вот, можно как-то сделать то же самое, но сэкономить. Это с китайского сайта. Ожидание реальности. Давай меняемся местами, я тоже хочу попробовать, должен поучаствовать. Жанна, а ты перемешай вот этот вот классный салат. В веселом действии. И ручками. Вот здесь? Да, мы же в перчатках, так что можно, так сказать, уже ближе, плотнее к нашему кольцу, да. Чем плотнее, тем лучше. И создаем, видите, уже шедевр наш. Это будет как основа. Еще сверху мы будем декорировать руколой. который мы оставили гранатом, черри и морковью. Я переживал, что мне не получилось. Ну что, мои дорогие, теперь завершающий аккорд нашего классного шедевра. Поднимаем кольцо и лицезреем, что же у нас за венок-то получился. Барабанная дробь! Барабанная дробь! С наступающим! С наступающим! Смотрите, какая красота у нас, да. И вы можете прям пофоткать сверху и выложить в Инстаграм. Сергей, спасибо вам огромное. Как всегда, приходите к нам в нашу студию с интересными рецептами, креативными, с хорошим настроением. Спасибо вам. Ну а сейчас оно просто по-настоящему праздничное. Конечно, праздничное. Спасибо огромное. С наступающим! Ну и, как говорится, самое главное правило любого футблогера. До того, как кто-то взял вилку либо ложку и всю эту историю испортил, нужно снять. Друзья, просыпайтесь. Здесь тоже просыпайтесь. Доброе утро, страна! Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok